Земля в Москве дорогая, а подземелье пока не очень. Риэлторы фиксируют рост спроса на апартаменты в подвалах. Дорогие друзья, ну это прорыв. Апартаменты на цокольных этажах — подвалы. Вы знаете, когда я в школе учился, читал классику Достоевского, например, когда там рассказывалось о тяжёлой жизни в дореволюционной России, в империи, когда тот или иной человек, приехав в Питер или в Москву, вынужден был снимать комнатушку в подвальном помещении, от этого быстро заболевал чахоткой, кашлял кровью, постепенно умирал без особых перспектив. Я думал, боже, какая дикость, какой кошмар. Слава богу, что это осталось в далёком прошлом. А вот они хренашеньки! Апартаменты в подвалах — это очень дешёвая по московским меркам недвижимость. Жильё площадью 45 квадратных метров можно купить всего за 5 миллионов рублей. Вы представляете, как хорошо? 45 квадратных метров — 5 миллионов рублей. В принципе, это на самом деле дёшево. Квартира, ну, 45 квадратов — это ненамного меньше, чем квартира, в которой я сейчас нахожусь, в которой я живу и работаю. И это, конечно, существенно дешевле. Я коплю на квартиру, потому что эта квартира не мне принадлежит, и цена, сумма требуется куда больше. Но учитывая, как сейчас строят, вы знаете, я огромное количество вам показывал кадров и примеров. Даже элитные жилые комплексы, элитные! Постоянно там то стена обвалится, то нижние этажи парковку, например, заливает, то кипятком, то фекалиями, то холодной водой. Крыша течёт, плитка облицовочная отваливается, стеклопакеты кривые установлены, непонятно, как сделана электрика, непонятно, как подведена вода. Короче говоря, друзья, счастье, да и только. Спасибо Маратчику Кирзеновичу Хуснулину, спасибо Собянину, людям, которые придумали реновацию, которые застраивают каждый свободный клочок в Москве. И эта практика распространяется на всю остальную Россию. Прорыв. Для выбора управляющей компанией в многоквартирном доме по закону теперь нужно заручиться более чем 50% голосов собственников жилья. Прежние правила позволяли фактически менять организацию при 25%. Фактически теперь сменить управляющую компанию будет невозможно. То есть когда управляющие компании захватывали наши города и сёла, и сейчас мы им переплачиваем значительные суммы, а потом иди разбирайся, куда делись деньги. Почему с нас собрали суммы за 10 уборок в месяц, например, а в реальности провели только одну? Почему заявлен был капитальный ремонт, и соответствующая сумма была на это собрана, а в реальности сделали только какой-то текущий? Почему заявлен вывоз такого-сякого сортированного мусора, а реально вывозят его редко, всё вечно переполнено, его не убирают, а если уж и вывозят, то только в один общий контейнер никакой сортировкой и не пахнет? Почему, почему, почему у нас сейчас абсолютно непродрачные тарифы ЖКХ? Мы даже не можем узнать, за что конкретно мы заплатили, или за что конкретно нас просят заплатить в тот или иной момент. Так вот, управляющие компании по более лёгкой процедуре, когда нужно было четверть жильцов попросить подписи, они это всё осуществили, а теперь, когда вы хотите выйти из этой управляющей компании, нашли адекватную или хотите создать своё домоуправление или что-то, вам уже нужно более половины жильцов собрать. Как говорится, вход о рубль, выход 5. Вот это вот именно такая ситуация. Премьер Мишустин подписал постановление о запуске в РФ пилотной программы льготной ипотеки под 9% на строительство частных жилых домов своими силами. А льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Питере, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов 6 миллионов рублей. Знаете, это потрясающий цинизм и издевательство? 21 век. Развитой капитализм, который ельцинско-путинская, медведевская Россия строит нам уже 30 лет с лишним. И что у нас нет компаний, которые могут нормально строить жильё? Почему? Граждане сами должны этим заниматься. А вы помните, в чём проблема? Если вы смотрите мои ролики регулярно, то вы, конечно же, в курсе. Дело в том, что последние несколько лет, особенно последние пару месяцев, просто бешеными темпами дорожают стройматериалы. Уже год назад эти темпы назывались стремительными, теперь они безумно бешеные. Ну, просто не поддаётся никакому разумному объяснению, почему песок дорожает, щебень дорожает, цемент дорожает. Это у нас всё в стране добывается, производится. Почему дорожает арматура? Если у нас металлы, руда железная, уголь, то есть металлы-то у нас тоже свои, это всё не импортное, это наше своё. Мы обои не можем произвести. У нас лесная сторона. У нас брус и доска дорожает. У нас линолеум и паркет дорожает. У нас всё дорожает. На каком основании? А вот хрен его знает. Беспредел монополий. Мишустин говорит, ребята, вам не нравится, что квартиры стоят очень дорого? Так стройте себе домики. Под 9% годовых это очень высокая ставка. Даже если они говорят, что это льготная ставка, всё равно это очень дорого. Но что ещё веселее, вы построите дом лет через 7, потому что стройматериалы вы по адекватной цене просто не найдёте. И будет у вас долго-долго строй. Это при том, я предполагаю, что у вас хорошая стабильная должность и у вас приличная зарплата. В Москве стартует новый проект по модульному домостроительству. С экспериментального конвейера уже в этом году начнут сходить готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров. Новое технологичное производство экономит время и трудозатраты. 90% работ выполнят прямо на заводе, где будет создано 2500 рабочих мест, заявил Сергей Собянин. То есть вместо десятков тысяч рабочих мест, которые работают на обычных стройках, они создадут всего 2500 рабочих мест. Короче говоря, избавляемся от мигрантов. Но что самое интересное, что самое весёлое, каково будет качество этой новой супер-пуперэкспериментальной технологии? Вы знаете, мне страшно. Они по обычной технологии строить не могут. А тут имеется в виду, есть некий гигантский конвейер, где свариваются конструкции, прям целая квартира. А потом квартира на квартиру собирается как конструктор, и получается дом. Я надеюсь, что в Москве останутся дома, построенные по обычным технологиям, и я хотя бы буду, покупая такую квартиру, знать, что она не развалится сегодня-завтра. Сотрудникам аэрофлота предписали вести строгий учёт туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Всю невскрытую продукцию будут отмечать и сдавать после приземления. Подтираемся экономно. Официальный документ, лист оперативной информации для кабинетных экипажей. Здесь замечательные предписания. Ребята, не дай бог, какие-то стюардессы или пилоты прихватят для личного пользования рулончик туалетной бумаги. Коррупция, воровство, грабёж ни в коем случае недопустимо. Я не знаю, как это, ну, вообще, без комментариев, просто без комментариев. Так. Россия может заместить импорт сурими для крабовых палочек продукции собственного производства фаршем из ментая, заявил глава Ассоциации добычков ментая Алексей Буглак. Буглак отметил, что этот продукт имеет огромный потенциал на внутреннем рынке. С рыбой у нас, конечно, вообще беда, печаль. У нас есть Балтика, Баренцево море, у нас есть Черное море, у нас есть Каспийское море, у нас есть Охотское море, у нас есть Японское море. Ну, короче, у нас страна окружена местами, зонами, где можно ловить рыбу в промышленных масштабах, просто не переставая. И этим занимаются, и эта рыба идет куда? В Китай, в Японию, в Америку. Россияне должны переплачивать. Никакого разумного протекционизма, никакой заботы о качестве питания для граждан России не предусмотрено в этой системе. Ну и что самое забавное, самое веселое. Слушайте, я подумать не мог, что наши крабовые палочки, понятно, что они сделаны из рыбы, они делаются не из крабов, это я знаю, тут все нормально, но, слушайте, то, что мы импортировали рыбу, чтобы делать крабовые палочки, учитывая, сколько мы сами добываем рыбу, сколько мы ее отправляем на экспорт, это что-то с чем-то. Друзья, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делать репосты, подписываться на наш канал, здесь самый объективный обзор того, что в стране происходит. Ой, ты господи, да. Рентабельность многих ресторанов России на сегодняшний день нулевая. Себестоимость бизнеса выросла на 30%, сказал РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Миронов. Надо четко понимать, что зона развлечений, кинотеатры, рестораны, обычные театры, огромное количество магазинов, все кроме самого эконом-сегмента. Все это сейчас попадает под серьезнейшие финансовые трудности, компании будут закрываться, вы скажете, ой, и без ресторанов проживем. Это рабочие места. Вы можете относиться к этому как угодно, но думайте в первую очередь о тех людях, которые будут терять работу. То есть путинская Россия закрывала огромное количество предприятий и заводов. Они были приватизированы, раздербанены и в итоге закрылись. Люди поувольнялись, искали другую работу, по специальности ничего не нашли, работают курьерами, официантами и так далее. В условиях кризиса эти люди не устроятся ни таксистам, ни курьерам, ни официантам, никем. Это огромная социально-экономическая проблема. Эти люди выйдут на протесты. Этим людям нужна наша поддержка и защита. Дело не в самих ресторанах. Дело в том, что закрытие промышленных предприятий, сокращение легкой, тяжелой, аграрной, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, все это было под шумок, зато у нас теперь экономика услуг, зато у нас теперь люди будут дизайнерами, менеджерами, ну или низшим обслуживающим персоналом. А теперь вон оно как повернулось. Нету денег в экономике. У людей денег нету, все экономят на чем только могут и вся эта экономика услуг схлопывается. Коммерсант пишет, сейчас наблюдается нехватка и дороговизна импортных специализированных кормов для животных, за счет продажи которых розница формировала до 80% доходов. Западные компании отказываются работать с российскими ритейлерами из-за репутационных рисков. Более существенная проблема водоросшей издержки на доставку, что уже привело к росту цен на конечную продукцию на 50-100%. У ритейлеров сейчас проблемы с нехваткой оборотных средств, что не позволяет думать о развитии. В результате рынок товаров для животных сильно сузится и грозит закрытием торговых точек. Опять же, вопрос не в дорогих кормах для домашних животных, вопрос в том, что люди останутся вообще без средств существованию. И бизнесмены, много мелких бизнесменов служат, работают, держат крошечные зоомагазинчики, сами же в них работают, они тоже все потеряют. Российские птицеводы столкнулись со снижением спроса на курятину, в том числе из-за закрытия ряда ресторанов и переориентированного спроса на свинину дешевого сегмента. Другая причина стремления россиян экономить в условиях неопределенности. То есть опять же закрытие ресторанов приведет еще и к тому, что сельские аграрные предприятия будут испытывать нагрузку повышенную в плане сталкиваются со снижением спроса. Соответственно падает выручка, не с чего платить зарплаты. Будет сокращаться персонал. АвтоВАЗ после долгого простоя возобновила производство. Слава Богу, хоть кто-то может похвастаться тем, что люди вернулись к работе, будут получать полную зарплату, а не две трети, как во время простоя это происходит. Лада Гранта стали собирать в упрощенном варианте. Автомобиль лишился АБС, Эроглонас, подушек безопасности других систем, компоненты для которых в дефиците. Двигатель соответствует стандарту Евро-2, ранее ставили Евро-5. То есть выхлопные газы будут гораздо вреднее. Это наш ежедневный экономический обзор. Сейчас такая ситуация, что таких роликов реально стоит выпускать ежедневно. Пожалуйста, поддерживайте информацию, мою работу своей активностью. Подписывайтесь на каналы МПГУ Ленинского университета. Давайте порадуем Евгения Юрьевича Спицына. Подпишемся и на его канал. По возможности, у кого есть возможность, оказывайте финансовую поддержку тем, кто помогает беженцам и пострадавшим в ходе боевых действий, а также тем, кто выполняет воинский долг на передовой. Это, опять же, ссылки под роликом. Это Ивана Траковский и полк Марго. Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. Умейте отличать пропаганду, выдернутые из общей картины факты и то, что происходит на самом деле. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok